С Новым Годом, друзья! С Новым Счастьем! Вот, в Москве 6 утра, 1 января 2012 год, у меня уже почти обед, 10 утра, вот, какое-то состояние особое, нам все говорят, ой, столько двоек в этих, в дате 22-м году, ой, какое счастье будет! Нет, мы будем счастье создавать сами, помните, в прошлом фильме, я вам показывал вот это вот, да, вот, тут много чего показывал, растут безукрытия крупноплодные абрикосы персик-хасанские, вот, видите, на рынке покупатели не верили, она уже умудрилась абрикосами торговать плодами, это уже, извините, чуть ли не наглость, Ведь каждая косточка, его цены нет, а она уже вместе с косточками, я рассказываю историю происхождения, вот, и так далее, потом Троценко заинтересовался Ниной Акимовной, и пишет мне, а я ему ответил, нашел, есть телефон, зовут Нина Акимова, по-моему, Акимова, ой, я не набрал бы, живет в Ульяновске, вы представляете, в Ульяновске собрала 4 ведра персиков, стоит продолжать? Знаете, почему еще стоит? Получилось так, что на этом мы закончили прошлый фильм, а тут случилось следующее, я уже из первых самых, которые снимались полгода назад, год назад, я обнаружил два своих фильма, уже не в Ютубе, уже в Яндексе, и количество просмотров 400 с чем-то, и, внимание, не поверите, 600 с чем-то. Это я, который на самых задворках сознания у людей, потому что не раскручен, вот, и тогда я сказал себе, фактически будем переснимать, потому что те фильмы уже, которые раньше снимались год, два, три назад, не говорю про 10 назад, уже не попадают в Яндекс, Давайте практически переснимать, но со смыслом. Значит, что изменилось с тех пор? С тех пор я был подвергнут жесткой критике. В Железовском саду при свободном опылении косточки, выращенные в этом саду, если их, опять же, вырастить корнесобственные деревья, они станут дичками и жерделями. Помните? Вы-то помните, большинство из вас НК видели, но не ради вас, ради новичков, которых когда-то будет десятки, сотни тысяч, и люди поверят, что персик невозможно вырастить дикий. Захотите, поставите цель, 50 лет, пересевайте, 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 он останется вот таким, да, мелкий, но ароматный невероятно, вкус невероятный. Я им обжирался, знаете как? Ой, как я им обжирался, теперь уже радуюсь, но уже не ем, уже переел, как в свое время на Украине абрикосов переел. Вот, теперь мне абрикосы недоступны. Смотрю, а есть уже не могу. И вот, значит, продолжаем. Итак, если вот эти персики, а мы говорим сейчас, помните, там выше было, что она написала? И косточек. Вот это из косточек. И что получается? Сотни поколений персик хасанский не пере... не опылялся. Нет, ой, я уже заговариваю, вроде бы трезвый. С Новым Годом, товарищи! Ой, с новым счастьем! Чуть не забыл поздравить всех вас, чтобы у вас были такие же сады. Одно, все, мир, счастье, любовь, здоровье, еще такие сады. Вот. Ой, теперь я могу спокойно продолжать. Итак, сотни поколений персиков, они, кстати, самоплодные. И уже вот они такие. Но мельче уже не будут никогда. В садовом мире это фактически дикари. Но эти дикари лучше те, которых я ел в Москве, когда был в гостях у Мараковской. Принешла домой с магазина или с рынка. Три огромных персика. Такие огромные, что невозможно себе представить. Вот. И твердые, как камень. И я их грыз, грыз, грыз. А мне неудобно отказывать. Она же мне купила, угостить хотела. Меня, садовод из Сибири. Представляете? В Москве. Вот. Вот это. А эти. Оу. Итак, что мы имеем? Мы имеем персики из косточек, хуже которых уже не будет. Мы радуемся и таким. Неукрывные, неукрывные. Вот. Неукрывные, неукрывные. Пойдем дальше. Вот. Вот это успех. А абрикосами уже на рынке торгуют. Вот это да. Вот это дожили. Так. Теперь. Персик-кассанский выращен прививкой на сливу местную. Вот. Я, так как вот здесь сюда, вроде бы, к верхнему относится. Поэтому на всякий случай комментировать не буду. Вот. А, нет, скажу. На сливу. То есть мы еще должны с вами сказать и знать, что персик... Я, допустим, у меня лучшие были прививки на мажорском абрикосе. Но такие же прививки были замещать, а у меня на сливе китайской. А здесь местная. То есть можно. И вы представляете, персик на сливе и еще слива местная. На НК можно столько гуляновский. И еще и нет, они замерзают. Еще и не укрывают. Вот следующий снимок. Смотрите, мы тут с вами, фактически, сенсация. Давайте смотреть. Еще раз говорю. По всей стране расходятся мои сорты, образцы, мои клоны, мои формы. Итак, абрикос королевский. Не узнаете? И я не узнаю. Привит на местную желтую сливу. Так. Из черенка прислана вами. Я ошибиться не мог. У меня все строго. Вот. Что он сделал? Он на местной сливе стал чуть-чуть какой-то подозрительно сливовый. Но это одно поколение. А он еще несколько поколений сделает. И получит уже вегетативный гибрид абрикосов со сливой. Они же родственники. Но это новое направление. А надо это ему? Или достаточно того, что он наконец-то наелся, наестся прекрасными абрикосами? Вот, пожалуйста. Ну, считать, что я обманул, что они в два раза меньше, чем должны быть. Вот. Или чуть-чуть другой черенок подсунул. Но мне смысла нет подсовывать. Потому что я же добиваюсь признания уже всемирного. Да, не шучу. Когда-то мне Нобельскую премию-то это самое выдвинут. Вот. Но не наша, не Русская Академия Наук. Нет. Для нее это пощечина, вот то, что вы видите. Потому что это простой мужик, обыкновенный мужик, да. И я, металлург и садовод-любитель. Вот. На этих, на косточках, на упаковках. Еще раз. Королевский клон Железова. Вот. Почему? Ну и здесь вы королевский не узнали. Видите? Скажите, видите? Разброс-то дичайший. Но халтуры-то нет. Плодоценности на шестой год. Ну, из косточки это еще нормально. Нет, долговато. У меня обычно на пятый. Ну, никакой гарантии. Шестой-шестой. Может, годом раньше свел. Может, да только подмерз. Может быть. Поэтому будем считать, что из косточки шестой год это в пределах нормы. Теперь смотрите внимательно, какие плоды. Вот. И опять не похож на королевский. А знаете почему? Гибридное все у меня в саду. Растения растут плотно. Кроны сомкнулись. Сейчас идет так называемое слепое опыление. Хаотичное. Вот. Незаконное, я бы даже сказал. Потому что законное опыление бывает только в саду. Культурно. А у меня все подряд. Тут же манчжурцы опыляют королевские. Королевские опыляют манчжурцы. Видели мои манчжурцы? Увеличенные в два раза. Это тоже подвиг. Манчжурец, который стал культурным. Итак. Что интересно? Внимание. Посмотрели? Идем дальше. Персик Хасанский. Это Александр. Черенком на прививку дал мне хорошо знакомый садовод. Он когда-то брал у Железова маленьким саженцем. Вот оно пошло по стране. Вот оно. Я прививки персика сделал на ветке в крону сеянца от косточки гибридной алучи сорта шатер. Алучи. Персик на алуче. Черенки абрикоса мне давал когда-то. Известный садовод опытик в нашей Нижегородской области из Лукьянова. Свирин Михаил Васильевич. Жаль, его уже не стало. Сегодня девятый день. Ой, царство ему небесное. Мы со Свириным обменялись черенками. Видите, как шло? Черенки абрикосов давал Свирин. Свирин эти абрикосы получил от Железова. И это не просто так, протянутая рука. Михаил Васильевич мне черенки прислал под названием абрикос. Дар небес. Чудо абрикос. Вы представляете, как здорово, когда в Сибири Железов в Европе Свирин обменялись. И у меня теперь водоносит так запросто на манжурцы привитый его дар небес. И она оправдывает название, красивейшее название. Дар небес. Вот так вот. Царство небесное тебе, дорогой Михаил. Жалко, жалко, жалко. Вы знаете, такие люди уходят, уходят, уходят. И опять сказать, что не нужны они никому. Не нужны науки. Я вот на этом примере, да, как оно пошло. Персик дал, хорошо, знакомый садовод, он брал, то есть пошло через третьи руки уже. Понимаете, в чем дело? Вот. Сейчас наука должна прекратить заниматься этими кисточками, оскоплением страшное слово. Представляете? Вот. Оскоплением цветов, искусственное опыление, эти самые презеративчики из марли. Это все должно быть прекращено, это все пустую, пустую, в пустую, в пустую. Кстати, нет ли тут фотографии? А, ладно, письмо есть. Вот. Все это в пустую. Настолько не нужно. Сейчас организовать ударные бригады, отправить в экспедицию по России. От Приморья Сахалина до Калининграда, потому что мои персики и в Калининграде, и на Сахалине. И крупнее моих стали в два раза. Они дали мне основания считать, что у нас в стране, да какой стране? На всей планете когда-то были чисто культурные растения. Пока мы еще с хвостами бегали, извините за образное такое. Когда мы еще бегали с хвостами и лазили по веткам, уже они ели вкусные сладчайшие плоды. Непризнаваемое наукой мое утверждение. Почему я так говорю? За несколько климатических перепадов или погибли культурные деревья, или нет, не одичали. Я это слово не признаю. Они одичали, а приспособились. И теперь мы можем вернуть былую красоту, былую крупность плодов, сладость. И уже возвращаем. Еще раз говорю, от Сахалина, там уже мои абрикосы 130 грамм. Нет, от Калининграда там и абрикосы 130 грамм. До Сахалина, где прививки на волосы и степную вишню дали персики. Мои, 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 с 200 и с лишним грамм. Когда у меня крупнее 50 грамм, никогда их не было. Вот это надо знать. Идем дальше. Итак, еще раз. До свидания, Михаил Васильевич. Я с вами не прощаюсь. Встретимся. Знаете, где Михаил встретился? Михаил. В райском саду. Вот уверен, что все мои друзья, я всегда называю 10-20 фамилий, выдающиеся садоводы, вот, здесь не пригодились. Их сады не нужны, а значит, их, как бы сказать-то, их труд оказался невостребованный по-настоящему. Вот поэтому я просто говорю, мы встретимся в райском саду. Вот. Уже скоро. Я не боюсь это говорить. Вот. Просто надо быть человеком, который верит в бессмертную душу. И когда ты... Да не веришь, а знают. Вот именно, когда знаешь, что душа бессмертна. Я вам не Сеченов, который якобы доказал, что у человека нет души. Вот. И признается величайшим гением нашим, российским. Нашли гение. Лапка дергается у этой самой, у лягушки под действием электрического тока. А, рефлексы, все, дерни, человека тоже током дерни, он дергается. Даже труп может дернуться. Вот и все. О-о-о-о, рефлексы. Нет у души. Так вот, мы встретимся с Михаилом Васильевичем. И когда знаешь, что жизнь вечная, что душа у человека есть, и она бессмертная, не страшно никакие эти самые... Ой, как-нибудь расскажу. Никто же не знает о переходе, о выходе из тела. Ну, сейчас не могу, скажут, виска покрутят, скажут городской сумасшедший. Надо как-то научить, когда бывает еще не полная смерть, а выход души из тела, как вернуть обратно. У меня уже есть определенный опыт. Но это как-нибудь в другой раз. Да и то, если попросите. А может, это никому не надо. Души-то у нас нет. Как оно может выйти из тела? Прививки сортовых абрикосов сделаны в кронной жердели нижнего яруса ветвей. Верхушки оставляя непривитыми до плодоношения. Бывает так, что на верхушке гибрид сенец плоды по величине, вкусу и сочности превосходят многие известные сорта в нашей средней полосе. Ну, вы догадываете, почему. Это то, что я называю вегетативной гибридизацией. Штамп без подопреваний. Ну, а если плоды на вершинке оказались нях, то можно вырезать или привить. Нужно пробовать, испытывать, вести отбор форм. Это уже селекция. Такой абрикос-гибрид у меня уже есть. И назвал его любимец горелого. Это для того, чтобы было известное происхождение и не создавало путаницы. Вот скажите, что мои друзья, как сказать, ну, помните, как меня обозвали, вот, какой-то металлург, так и тут, какой-то Александр, да, посмотрите, какое умное письмо. Ну, пойдем дальше. Наталья Засыпкина. Засвел мой патриарх. Абрикос, ровесник. Машеньки, которого я заказывал, Валерия Константиновича Желинова. Он выращивает шикарные фрукты в Сибири. Вот, это же не я пишу, это все из этого где-то. Из Ютуба, из Яндекса, из Гугла. Итак, он выращивает шикарные фрукты в Сибири, активно делится своими наработками. Он убеждает, прежде всего, с ювелитатами, что те методы садоводства, которые повсеместно распространены и кажутся незыблемыми, подходят только для южных стран. А нам надо по-другому. Посадка на холмик и другие секреты. Он тщетно рассказывает всем желающим, мечтает, чтобы наша страна утопала в садах. Вот. Это, знаете, я разместил, ну, вернее, точнее, мой брат Юрий Владимирович, тоже железо, все умнейший мужик, 70 лет, 71 уже тоже. И он взял там, чтобы показать, как надо, я уже без фамилии и даже без названия канала, но там миллион 100 тысяч подписчиков. Он разместил фотографию, где мой сын сделал холм, обсыпал его по краям этим самым, как сделал, какой формы, обсыпал по краям перегноем. Вот. Я говорю, Сережа, замри, я сейчас сфотрую. Сфотру попало в этот самый, на тот канал с помощью моего брата. Реакция была настолько злобная. Примерно так. Этот парень, у него такой злобный взгляд, это у моего, этого, у Сергея, вот. Уменьшили фотографию четыре раза, чтобы глаз не было видно. Вот, что он якобы готов бить лопатой. Так задело то, что противоречит всему, вот, видите как, кажется незыблемыми, повсеместно, вот. И вдруг вот это так задело, что, а сказать-то нечего. Ну, всю жизнь пропагандировали дурь, посадку в ямы. В 20-м году, 21-го века, доктор наук разместил ролик, не могу я все вам показать, потому что уйдем опять куда-то в сторону. Вот. С собственными ручонками выкопал яму. Яму глубокую посадил, написал это самое. Посадил калеку, страшного калеку, яблоньку. А еще, скобка была, и для груш. А груш вообще не выдерживает сырости. Вот, в отличие от яблони. И сделал бордюрчик, а ямка, она была настолько жиденькая, должна была еще просесть на сантиметр на 20. И вот это, вот в 21-м веке. И вдруг вместо ямы холм, ух, какой злобный взгляд. А я потом разместил два десятка фотографий Сергея. Добрейший человек, кормит детей. Вот. В саду на руках ребенок. Крупнейшие яблоки каких нет, ни у одной из тех, кто критикует. Вот это вот наша действительность, понимаете. Вот уже так. Ну, спасибо, Наталья Засыпкина. Спасибо. Вот. Он щедро рассказывает всем желающим, мечтает, чтобы наша страна утопала в садах. Да. И вот он, патриарх. Видели? Слушайте, давайте теперь так. Вот здесь есть чего-то. Москва. Ага. Значит, вот этот ролик, давайте посмотрим. Мне, видимо, Троценко прислал. А я не помню, что въем. И никогда не боюсь ничего показывать. Так. Еще. Ага. Чего-то должно показаться. Внимание. А где звук? Корову. Ну-ка я тут звук добавлю у себя. Нет, тишина. Эх, елки-палки. Или я что-то не умею. Ух ты. Звук где? Это в инстаграме. Ну, что, и долго еще будет продолжаться. Не, ну, любоваться надо, да-да-да-да. Любоваться надо, а как же? Вот. И у меня размещено. И, наверное, это... Раз прислал Троценко, значит, это про мои абрикосы. Вернее, потомки моих абрикосов. Ну, что, хватит любоваться? Может, никогда не кончится. Так. Возвращаемся, где мы были. А, мы были вот тут. А, во-во-во, Павел Троценко. Абрикос от вас, прививка или саженец? Это он мне вначале прислал. А у него своя. У него свой канал. Записка зачарованного садовода. У Троценко, да? И у него своя переписка, все. И кое-что присылает. Вот видите, вот Наталья Засыпкина от него пришла. Вот. Он в Инстаграме там где-то занимается этим. И... Имя, фамилию не знаю, пишет он. Ну, абрикос от вас. Верю, 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 верю. Так. А, это все. Вот тут снизу вверх надо читать. Чей материал? Вот он и пишет. Вот. Не знаю, но от вас. Горелов. Персик Хасанский созрел в моем саду 2 сентября 1920 года. Ну, конечно, мелкий, скромный. Ой, как меня заклевали. Ох, персик-то какой мелкий. Ой, господи, да что это за персик? Я представляю, как потом, написав это, от зависти лопается. Не имея персика, говорит, что уже не имея ничего. Ну, это примерно так же, как вы умираете с голоду, да? Вот. Вам протягивают, я же предлагал критикам косточки, бесплатные, бесплатные. Вот. Вот, представляем, человек умирает с голоду, ему предлагают кусок хлеба, он говорит, нет, я хочу белого, а что ты мне черный протягиваешь? Вот примерно так же. Умару с голоду, но черный хлеб есть не буду, так и тут. Не возьму ужеализовать. Хотел подружиться с критиками. Не хотят. Критиковать легче, чем выращивать. Сергей, а ну-ка, форум, что за форум? Я же ничего этого не помню, друзья. И четыре наркоза по жизни, это многовато, чтобы память сохранить. Персик, Хасанский, от Зелезова, Сайногорск, прививка. Ух ты! Так это действительно задвало. Так, на поросль слива, Москва, район Митино, ничем не укрывал, цветет три года. Так, еще, идите, идите, так, Персик, Хасанский. А, прививка, три года, а что-то поздно засвел. Плоды созрели первый год, все съели прохожих. А, вот кто это самое, уникальный случай. Я про это уже как-то рассказывал, смеялся. Так, надо, дочитать надо. 9 мая кто-то умный выкопал рядом пару цветущих абрикосов. Знаете, как получилось? Да, прохожие съели персика, но персик не выкопали. А цветущие абрикосы выкопали, украли. А человек посадил Митино прямо на улице, да. А я, и грустно, украли же цветущий абрикос. Почему? Ну, и хотя бы что-то понимает у них. И шел мимо, абрикос, да еще неохраняемый. Дай-ка я украду. Почему для всех? Пусть у меня будет. А персик, видимо, а прошел столько лет, а он рос, 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 рос. А у него листья неправильные, как у ивы. И его не узнали. И, видимо, когда дошло до плодоношения, вот пишет, все съели прохожие. Поздно было. Ручка сдохла. В смысле, поздно было его выкапывать. Понимаете? А выкопал кто-то умный. Так и пишут. Умный. Пару этих. Читаем дальше. На даче растут сеянцы от косточек Хасанского. Пока только цветение. В прививках. Ну, дальше идет перечисление. Так. Пока только все прививки на сливе. В этом году некоторых замотал на зиму. Игла пробиваны мне тканым материалом. Плотность 450. Интересно, как перезимует. Так, что тут еще есть? А, ну, это повторяется. А дальше уже кто-то пишет. После таких сообщений больше уверенности, что скоро персики у нас под Москвой дальше будут расти. Плодоносить, радовать урожаем. Вот. Помнится, в январе-феврале 2013 года под Москвой в отдельные дни были морозы под минус 30. А ваши персики уцелели без укрытия. Вот. Ну, что я скажу. Дальше читать не будем. Вот. Всю вот эту переписку. Пойдем дальше. Давайте возвращаемся. Вот. Через 3 минуты отключится запись. А когда включится, это будет уже для следующей серии. Потому что я не могу успокоиться. Вот. Теперь смотрим сюда. Это я понимаю. вот к этому письму. Персик Красанский от Железова. Наверное, вот эти фотографии от него. Вот. Посмотреть бы. Вот автомобиль. Да, это тот, который вырос и цветет на улице Митина. Единственный случай в стране, чтобы персик не просто в саду был, уже то сенсация. А это сенсация в квадрате, в кубе, в тысячной степени. Потому что это улица. И это плавносящий персик. Ла-ля-ля-ля-ля. 15-й год. А вот он цвету. И здорово. Вот кто-то же отследил. 15-й год. Это было 11 мая. И 15-й год. 24 августа. Ну что, можем, можем. Если бы еще те абрикосы бы не украли. Эх, как жалко. Но, мотайте на вас, друзья. Все в наших силах. Николай Склокин. Один из моих верных друзей. Владимирская область. Юрий Польский район. Село Аполе. О, даже фотографии. Вот даже дом есть. Улицы нет. Телефон есть. Вот. Он человек непростой. Он достаточно контактный. Я не стал скрывать его данные. Хотите, звоните. Хотите, пишите. Вот мой персик у него. Ну что, заканчиваем. Заканчиваем. Наверное, в следующей... Пошла последняя минута. Наверное, в следующем серии мы еще поговорим. Еще раз говорю. Дело в том, что у нас нет альтернативы. Вся агротехника настолько дебильна, что вот тот персик, который раз на улице, дошел до плодоношения, никем не узнанный, да? Если бы за ним стали ухаживать, выпускники-то в Миразевке, они бы сказали, сколько лишних веток. А где штамп? Ему полагается штамп. Понимаете? Ему полагается штамп. Где, какой идиот однажды сказал, это в 18 веке, 19, а может быть, еще в древнеримском саду или в древнегреческом, в Элладе, сказал, что неположенное дерево штамп должен быть. Как это, какое имеет право дерево вырасти, ветки, которые, это, наука признает неправильным. И вот темирязевцы размещают страшную, страшную схему. Девять видов веток, которые полагается отрезать от молодого, где-то восьмилетнего дерева, эту схему сто раз показывал. И вы думаете, она исчезла с тех пор, после моей критики? Их вот-вот закроют, у них отбирают 25 гектаров, это самое, в пределах Москвы, ценнейших. Они смирились, они согласились. На этих 25 гектарах вот это все бы вырастить бы, вот это все. Она растет самой, его не надо трогать. Все, друзья, закончилась съемка, сейчас она включится сам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok